Я приветствую вас на своем канале. На подходе очередная порция новостей из мира Турции и туризма, так что давайте сразу приступать к их обзору. Буквально позавчера федеральные СМИ начали распространять информацию, согласно которой у турецкой авиакомпании Southwind возникли серьезные проблемы с обслуживанием авиадвигателей самолетов. Как сообщали новостные паблики, компания Pratt & Whitney, которая является производителем установленных на самолетах двигателей, закрыла доступ перевозчику к своему порталу и приложению для мониторинга работоспособности двигателей. И всему причиной являются американские санкции. Далее появилась информация, что авиакомпании Southwind все-таки вернули доступ к приложению, но при этом не сообщают ей данных о двигательных установках. Конечно же, такие сообщения встревожили как туристов, так и турагентов. Ведь всем известно, что авиакомпания Southwind сотрудничает с туроператором Pegas Touristica и осуществляет перевозку туристов из России в Турцию. Многие начали задаваться вопросом, как эти проблемы повлияют на полетную программу туроператора по направлению в Турцию. В связи с появившимися сообщениями, ну а также возникшей тревогой в туристическом сообществе, выступила генеральный директор туркомпании Pegas Touristica и заверила, что не стоит переживать, потому что у туроператора есть и другие партнеры авиакомпании, в частности это Turkish Airlines, ну а также Nordwind. И как раз турецкие авиалинии на данный момент являются основным перевозчиком у туроператора. Вот что она сказала на данный счет. Даже если предположить, что у Southwind возникнут сложности с техническим обслуживанием лайнеров, у нас есть выбор альтернативной перевозки. Вот такие вот заявления поступают от гендиректора Pegas Touristica по поводу проблем у Southwind с двигательными установками. Сезон в Турции продолжается, сейчас стоит прекрасная погода, ну а наше экскурсионное бюро Correct Tour продолжает выполнять экскурсии по всей Турции из курортов анталийского побережья. Напоминаю, что если в ближайшее время вы собираетесь на отдых в Турцию, планируете ездить по экскурсиям, пожалуйста, не забывайте про наше экскурсионное бюро, ведь у нас предлагается огромный выбор экскурсий по самым популярным направлениям. Кроме того, вы найдете достаточно демократичные цены. С моим промокодом Turkey Insider можете получить еще и дополнительную скидку практически на все экскурсии. Под видео вы обязательно найдете ссылки на каталог с ценами на соцсети, ну а также я закрепляю номер нашего менеджера, который обязательно проконсультирует вас по всем экскурсионным вопросам. Пользуйтесь! Мы переходим с вами к следующей новости. Еще в сентябре я вам сообщала о том, что туроператор Easy Tour досрочно свернул свою полетную программу из Мурманска по направлению в Анталию. Тогда туркомпания обещала всем туристам в течение 10 дней вернуть деньги за туры. Но, как сообщают турагенты, они до сих пор ждут выплат от туроператора. Напоминаю, что изначально туроператор обещал летать из Мурманска в Анталию вплоть до 19 октября, но уже 21 сентября снял свою полетную программу. Конечно, были туристы, которые успели купить туры в Турцию на более поздние даты. Туроператор пообещал вернуть деньги. Прошел месяц, многие еще не получили возврат. Как утверждает турагент из Мурманска, при переписке с туроператором ему предлагают еще немного подождать. Речь идет о четырех заявках на сумму около 500 тысяч рублей. Руководитель турагентства утверждает, что его коллеги розничной туркомпании Мурманска также ожидают возврата средств не менее чем по 50 несостоявшимся турам. Однако коммерческий директор Easy Tour уверяет, что турагенты преувеличивают масштаб проблемы и заявляют о том, что половине туристов уже вернули деньги. Вот что он говорит. Туров на базе досрочно снятых рейсов из Мурманска, а также из Саратова было реализовано немного. Кроме того, часть саратовских туристов мы пересадили на рейсы в Турцию из Волгограда. Более чем по половине заявок, насколько мне известно, деньги уже вернули. Что касается остальных, то они в работе у финансовой службы. Более того, он утверждает, что порой сроки рассмотрения возврата денежных средств затягиваются из-за того, что некоторые турагенты некорректно заполняют документы. Ну а также подчеркивает, что иногда возникают и споры по поводу сумм возврата. Я знаю, что среди моих зрителей есть туристы, которые собирались как раз лететь на рейсах Кариндон Airlines из Мурманска в Анталию, но попали на снятие полетной программы. Обязательно напишите в комментариях, как разрешилась ваша ситуация. Уверена, что эта информация будет очень многим интересна и полезна. Буквально в прошлом новостном ролике мы с вами обсуждали случай, когда туристы чуть не уехали в отель, который закрылся бы прямо во время их отдыха. И что бы вы думали, поступают все больше сообщений от турагентов, которые говорят о том, что их туристы как раз оказались в такой ситуации. Уже поступает не одно сообщение о досрочном закрытии турецкого отеля, при этом они делают это спонтанно, никого не предупреждая. И вот в такой неприятной ситуации оказались туристы, которые 8 октября заселились в отель под названием Геордина Сергето де Ла Регина, 4 звезды, он располагается в Кимере, и через два дня им сказали, пожалуйста, выселяйтесь, мы закрываемся. При этом принимающая сторона в Турции заявляет, что не может оказать никакого влияния на гостиницы. Конечно, туристов не выгнали на улицу, им предложили на рассмотрение другие варианты проживания без доплаты, с бесплатным трансфером, но все те отели, которые им предложили, оказались ниже уровнем. В частности, им на выбор дали Истамбул-бич, Беса-бич, Фэйм-бич и трехзвездочный отель под названием Кассел-парк. Туристы, которые попали в эту ситуацию, попросили их переселить в пятизвездочный отель, называющийся Киликия Чамьюва, но их не устроили те условия, которые предложил туроператор. Вот что рассказывает турагент. У нас две семьи с детьми и договориться не получилось. В результате всех в массовом порядке отвезли в отель Фэйм-бич. Радуйтесь, что не на улице. Турагенты рассказывают и о других подобных случаях, когда турецкие отели без предупреждения внезапно закрываются. К счастью, следующая ситуация произошла еще до вылета туристов на отдых. Был подтвержден Трансатлантик-бич. Туроператор неожиданно проинформировал, что отель закрывается. Без доплаты предложили лишь другой отель Трансатлантика, бывший отель Queen Elizabeth Elite Suite 5 звезд. Перебронировать на другие варианты можно было по возросшим ценам. Конечно же, отели должны заблаговременно предупреждать своих партнеров о том, что они закрываются и делать это не за несколько дней, даже недель, а как минимум за месяц-полтора. Получается, что из-за спонтанных и безответственных решений отельеров страдают туристы, которые прибывают на отдых в Турцию так-то за немалые деньги. И на самом деле, в целом, такие действия некоторых отдельных отельеров портят репутацию отдыха в Турции. Важно подчеркнуть, что это явление с внезапным закрытием отелей не носит массовый характер. На данный момент нам известно о 4-5 случаях. Но тем не менее, если вы собираетесь в ближайшее время на отдых в Турцию, покупали тур через турагента, попросите его связаться с отелем и уточнить даты закрытия. Большинство случаев, которые мы сейчас наблюдаем, происходят именно на курорте Кемер. Я могу предположить, что такая картина сейчас наблюдается из-за того, что отели не могут заполнить свои номера, по крайней мере, до того уровня, чтобы им было рентабельно продолжать работать. И за считанные дни, а может быть даже часы, принимают решение закрыться. Конечно, это портит репутацию отеля, это портит отдых туристам, которые должны в срочном порядке куда-то переселяться. Но такие случаи, как мы видим, имеют место. Это случаи неприятные. И лучше заранее быть уверенным, что гостиница не закроется. Секундное напоминание о том, чтобы вы не забыли поставить свои замечательные пальчики вверх под этим роликом, потому что это помогает мне в развитии моего канала. Ну а если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, потому что здесь вы всегда будете находить самые свежие новости из мира Турции и туризма, обзоры отелей и экскурсии. А вот вам, пожалуйста, новость, которую сообщает Ассоциация туроператоров России. Некоторые туроператоры уже сейчас запустили продажи туров в Турцию на лето 2024. В частности, Пегас Туристик называет текущие объемы ранних продаж на турецком направлении хорошим, в разы превышающим значение аналогичного периода прошлого года. При этом представители компании говорят о том, что конкретную точную статистику смогут дать нам где-то в середине ноября, потому что в прошлом году продажи туров на сезон 2023 начались несколько позже. Туроператор Fun&Sun также уже открыл продажи на сезон 2024 и говорит о том, что в октябре их продажи по сравнению с прошлым годом уже увеличились на 50%. Скидки на летние туры сейчас достигают 50%. К тому же в рамках акции раннее бронирование действуют хорошие условия оплаты. Предоплата 10-20% в зависимости от тарифа, рассказали в туроператоре Fun&Sun. Что касается таких туроператоров, как Annex Tour, Coral Travel и Intourist, то у них пока не открылись продажи туров на лето 2024, но как обещают, они сделают это очень скоро. Контрактинг заканчивается обычно к началу ноября и к новому году базовая часть продукта выставляется в продажу. Ряд крупных туроператоров начали уже выгружать туры, но активный пиар раннего бронирования все равно начнется не раньше января. Благодаря тому, что уже сейчас Pegas Touristica и Fun&Sun предлагают туры в Турцию на лето 2024, у нас есть прекрасная возможность взглянуть на цены, которые нам стоит ожидать в 2024 году. Так, к примеру, у Pegas Touristica туры в отель 4 звезды на двоих на 7 ночей на июнь 2024 года стартуют от 134 с половиной тысяч рублей. Если рассматривать все те же самые параметры, но выбирать отель 5 звезд, то здесь цены стартуют от 165 тысяч рублей на двоих. Интересно, что у Fun&Sun цены чуть повыше, если посмотреть на туры на 7 ночей в отеле 4 звезды на тот же период, то они стартуют от 137 с половиной тысяч рублей, а вот туры в отеле 5 звезд на 7 ночей на двоих начинаются от 171 тысяч рублей. Какими же в целом будут цены в сезоне 2024 на туры в Турцию, пока представители туроператоров точно сказать не могут. По словам источников, близких к турецким партнерам, турецкие отельеры еще сами пребывают в некоторой растерянности и не знают, какую ценовую политику им выбрать. Ну вот, например, у меня для вас есть моя инсайдерская информация. Я несколько лет работала в отеле One Resort Golden Beach, у нас там осталось очень много знакомых, и в этом году сеть отелей One Resort приняла решение сделать скидку для туроператоров на следующий 2024 год. На данный момент, по информации, она будет составлять 20%, потому что в One Resort поняли, что в этом году действительно ценовая политика не принесла им эффективных результатов и уже сейчас готовы в сезоне 2024 делать скидку для туроператоров. Посмотрим, сделает ли туроператор скидку для туристов. Я предлагаю вам не переключаться и посмотреть те видео, которые прямо сейчас появятся у вас в рекомендациях. Ну, а на сегодня все. С вами, как обычно, была Катя, и мы увидимся в следующем ролике.